что было с емелье яненко александром чего у вас там было чего с ними пиздите бейте марио уитман тебе пиздец короче вот тебе козлу я реально бросаю вызов так найди бабки что самое подраться бомжара немецкая может меня ударить за деньги по яйцам я хотел бой сделать в россии федор против фрэнка мира но фрэнк мир попался на допинге вот оленик интересно есть у меня посмотри здесь давай наберем да да покажем слева это стерлинг петушара блин вызов тебе бросать слушай я просто думаю на самом деле время харитоши закончилось уже дима абдура нельзя такие вещи говорить если хочешь там что-то там доказать давай с тобой выйдем поборец борис ты хуев реально петр романкевич чемпион мира по кику чемпион мира по тайскому сейчас дерется в битве за хайп тяжах петя а давай вот с тобой реально выйдем по правилам грэплинга он бабки жалеет на детей на своих же детей кто ты после этого кто-то такой саша киржаков бы давай выйдем по любым правил хоть по правил футбола блять итак дорогие друзья сегодня у нас гостях владимир фейдин профессиональный боец ммм и участвовал в таких лигах как белатар и сей горилла еще и еще чем еще чего-нибудь сегодня у нас крутой чувак гостях так ты крутой боец нет он один скромный очень скромный итак начнем с того что как ты вообще пришел спор давай с элементарных вещей начнем да короче бухал бухал вот однажды на самом деле как вам и пришел короче больше пошли но я занимался до этого тем всем там короче однажды во псковской области в клубе ну сам понимаешь область клуб сельская дискотека там под этим делом меняют у вас там в питере бои без правил есть все я такой говорю а спорим я типа приеду в сентябре и начну заниматься а я до этого и дедо занимался и боксом и тем и всем и короче реально приехал и начал заниматься и вот так что-то раз пришел на тренировку я не помню какой-то год уже был именно в ммм по мою 2007 и что-то втянулся раз раз и через там четыре года уже первый профессиональный бой провел тогда это вообще была редкость боев не было это не не как сейчас миллиард лик 2 миллиарда бойцов делись не хочу а тогда было как-то все как-то пробивать узнавать первый бой провел за границей это было в польша главный бой турнира мне янка куницкая помогла тогда сделать тоже моя подружайка и все дерется замужем которая за маратой и вот так получилось что я возглавил турнир в польше получил чек неплохой какой человек давай поиграл 3000 баксов по-моему за первый бой получил тысячи баксов да я тогда не знал что менеджеры берут комиссию она смеет пить из взяла собака были 500 долларов я прихуел на базара нет ни хуя но короче я прогуляю эти бабки очень быстро и мне понравилось я понял что эти можно зарабатывать для этого на тренироваться и пахать лови мой стиль лови мой стиль а ты понял что бля я боец который буду выступать идти и тушу суши и короче тоже такая очень забавная история все это было 2012 году дебютировал так и потом долго не выходил почти год не выходил потому что я провел один бой хоть и проиграл я же были профессиональный боец крутой все двери мне открыты я просто ходил давал мастер-класса дал открытые тренировки тебе за это платили нет не знаю и короче блин реально я вот с одним поражением думал что я крутой боец и что этим можно зарабатывать ну типа нихуя кстати с одним боем ты нихрена не заработаешь и все я понял что надо тренироваться на самом деле очень сложно было найти команду в которой бы которая бы работала под меня потому что я очень такой капризный то есть допустим случай был еще в тайском боксе я считал что просто звезда просто чтобы я могу любого отпиздить и что-то ко мне нужен индивидуальный подход и однажды прихожу на тренировку к димону абдуллину это кстати димон салам если увидишь это интервью привет короче да те тоже есть чё сказать и вызов даже бросил и короче брюки и он дает типа кроссфит так я такой типа мне кроссфит мне бойцом и профессионалы кроссфит типа не буду делать тебе держи меня на лапах он такой типа сделал кроссфит начал держать всех на лапах и знаешь что а меня не подержал короче я блять обидел держал сразу я психанул я вышел разъебал дверь в раздевалке шкафчик зиба и короче все я наверное неделю не ходил на тренировку и обиделся на него короче ты обидчивый да так скажем тебя легко за не я я считаю что ко мне нужен индивидуальный подход но он нашел ко мне подход он именно поставил мне ту дарку который у меня вот долгое время уже хранится во мне которые своим умным тренерским мозгом немножко перестраиваю под соперника своего но он со мной не работает больше тоже обиделся на меня ты не обижайся да так обиделся по глупой причине бля все димон абдуллин не обижать не обижайся братан все будет ровно мы еще должны поработать лови мой стиль лови мостик так про себя на рекорд назыви 18 побед 8 поражений и один бой не состоялся считается не ставьте бился короче за титул ник в германии с марио уитманом это в пятнадцатом году было короче его перебивал весь бой просто весь бой перебивал но короче прижал клетки мне ударил по яйцам ты заметил то во всех боях во всех боятся же молчать по яйцам и короче во всем орал что он в печень там ударил хотя там такой звук было две недели не ходил потом вот и у него сейчас очень уебищный рекорд убитый он до сих пор требует реванша с тобой да да пошел ты нахуй 10 тысяч баксов я с тобой выйду марио уитман тебе короче вот вызов брошу от тебе козлу я реально бросаю вызов только найди бабки что сама подраться бомжара немецкая вот так вот не стоявшийся бой один я не считаю что я такой крутой боец таких я пацанов миллионы на самом деле просто просто я пиза лови мой стиль лови мой стиль давай так самый большой гонорар твой суши я сумму саму не буду озвучивать прибыли ну чё ты давай купил муж чё-то не купил жене машину в как короче стирально какую машину кучу помог купить машину суши новую киа рива x-line и не скажу что крутая машина ну короче она лям 300 стоянка и думать что у тебя гонорар все равно что-то себе оставил да да где-то было лови мой стиль лови мой стиль были ситуации в профессиональной с профессиональной карьере когда стычки это вне боев суши да были просто вот непонятно вот я вот привык там что на спайлингах что там на тренировках там когда спайлинги что-то на соревнованиях подходишь на сначала ручками бахнулся короче случай был один день города как раз кстати недавно был день города вчера нашего санкт-петербурга всем кобра и вот как раз может там лет цать назад короче ехал своим братишкой андрюхой борцухой в автобусе у меня температура адовая была блин 38 39 я домой хочу спать хочу к очень хреново очень едем в автобусе тогда ездил на автобусе этот человек такой крутой чувак езж на машине а сейчас ты какая тачка сейчас ford сколько день что для за наличку взял хата есть уже я вот я удачно женился удачно женился что у жены есть все но она меня обеспечивает альфонс нет альфач 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 дальше ладоси короче заходит в автобус просто два алкаша и баба алкаш но сам понимаешь только выпившая баба вот один жирный килограмм может 120 2 худой блин баба и садятся сзади меня короче или спереди не помню короче заходит кондуктор говорит давайте платите этим нет и начинается словесная перепалка между ними и 1 пацан спереди меня сидел такой повернулся говорит да давай плати те его послали пацан предложил выйти я вступился за пацаном и все короче алкаши говорят все давайте выходить все мы вас всех отпиздим короче все автобус остановился они вышли и короче мы выходим а пацан который спровоцировал драку сидит в автобус уехал и нас двое их двое стоят мы мал малые пиздюки еще такие ну чё а я понимаю что надо как-то начать драку вы можете кулачок ему протянуть как привык да и режет думать чуть делать вы просто отпиздил короче короче отхуярил да просто отхуярил а потом они такие а чем ты занимаешься эту ничем а языке а ты приходи к нам тренироваться мы боксеры какие-то угарное было вот так и на нас один на этом не закончилась потом их баба пьяная мразь это сказала чего вы с ними пиздите бейте их и типа вторая волна для пацанов тоже была неудачная лови мости лови мости помнишь ли ты когда ты сломал первый раз ухо 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 когда это было и какие-то ощущения слушай да это был 2000 по моему одиннадцатый год одиннадцатый двенадцатый что такое на тренировке сломал ухо я тогда поехал в больницу реально прикинь травму да ни за чем а чё как это происходит процесс ты ломаешь ухо что с ухом происходит собирается кровь короче собирается до кровь что делается и болит и она вот застывает вот поэтому уж такими перемешаем и становится кровь же поможешь потрогать это типа кровь застывшая не выкачивается если вовремя выкачивать мне из этого выкачиваю раз 7 наверно она была бы еще больше вот просто такое очень адское ощущение я просто очень уебищно сплю на самом деле так вот почти вот моей жене это очень сильно не нравится это бесит я собираю вокруг себя кучу подушек и сплю можно сказать вот так вот состояние вот так ну как сижу в реке храплю как как свин вот так вот ну и чё с ухом ну и все ухо сломалось в 2011 году сломал да а потом как бы ну как она ломается там падаешь его душа ищик пытаешься высунуть голову там через острую кость какую-нибудь там чик-чик прошло и все лови мой стиль лови мой стиль чего было с емелья яненко александра чего у вас там был какой-то разговор что ты к нему обращался что ты на нем говорил да там просто на самом деле вот если прочитать интервью на fight.ru по-моему это мой менеджер можно сказать даже не знаю менеджер он еще или нет сайт и мне менеджер еще или нет короче он что-то такое спросил меня даже не помню но я типа был против того что а е ну александре меня рекламирует алкашку блин он блин крутой спортсмен когда-то был ухрен он рекламирует алкашку смотри макгрегор тоже рекламирует алкашку был макгрегор вряд ли употребляет таких количествах чтобы вообще ты садил как он был мне кажется он уже все как бы спасать так вообще отношения давайте отдавать вот видите внизу счет есть вот цифры моей банковской карты и моей тоже нет его нету на мою скидывайте бабки а мы на лечение саша этот правил видит еще одну секе чуть-чуть мне еще не ну вот реально я ставлю реквизит а вдруг реально закинут на вдруг загнул может быть я с тобой поделюсь лови мой стиль лови мой стиль были ли такие ситуации когда какие-то простые люди писали тебе типа ты боец давай выйдем хлопни слушая на самом деле я расскажу две ситуации и одна очень стрёмная но я на ней зарабатывал бабки до хлопнули короче много писали типа нет я про обычных людей ударить типа по яйцам меня просит может меня ударить за деньги по я их типич можешь можно ли тебя ударить по я нет он хочет чтобы я его дарил да ты типа за это предлагает бабки так один не был чувак он фейсбуке мне написал страны там с англии с англии до или с америки до с америки короче очень странный дедушка я сначала подумал кто-то троллит меня он просил фотографии в черной одежде ну там и в обтягивающей еще где-то бойцовской черный и спрашивал цену за них ну вот и я думал что это прикол прикол какой-то пока реально мне на счет не начали к об этом по 1000 долларов прикинь я не голый не голый причем реально одеты в черную одежду отправил фотографии а у меня через вестерн юнион переводил там по 1000 по полторы тысячи долларов и вот как раз помнишь когда вот эта пандемия началась первое когда работы не было все по закрывались и сидели дома боялись папочка зарабатывала своих прекрасных фотках бабки заранее лови мой стиль лови мой стиль подожди а ты когда-нибудь работал на обычную работе конечно в газпроме даже работал даже в газпроме старту поймал я просто очень умный у меня вышка даже есть а вот давай насчет образования поговорим какой у тебя вышка чем инженера строить инженеру проектировщик во чё помнишь что-нибудь из этого очень ну конечно же не как а как это происходило как какого каком году ты закончил университет слушая на самом деле сложно вспомнить в каком я поступал мне уже под сраку лет но ты учился как спортсмен который не знали ли не или ты не учился я учился как студент просто пытался совмещать чтобы не все ставили но мне нихуя не ставили и короче я три раза втором курсе учился потому что у нас есть универ такой политех у нас тоже туда очень сложно поступить и очень легко вылить короче на я поступил за с пятого раза то всякие олимпиады то все вот но я поступил туда короче я построил с англичанкой у меня прекрасно английский my english is very perfect фиштейн а ты правда знаешь английский язык? of course mate я просто не внушение ему как это я знаю там my name is your name вот тебе больше и не надо вот и короче у нее смех такой был вот я ей однажды сказал типа вам нужно в что где когда он такая типа я чё такая умная да не рулетку озвучивать мне реально такой смех был как рулетка крутится что где когда и все она меня валила валила ну вот так вот первый раз вылетел а потом математически пизданутая была вот лови мой стиль лови мой стиль итак ты организовываешь бои слушай не то что организовываю я больше работаю как менеджер вот и мне кажется я один из первых как бы кто в питере начал именно вот этой движухой заниматься на международном уровне а кого кодоваясь с кем работал fight night 50 турнир был возвращение федора тогда федор дрался с мальдонадо в питере у нас практически весь иностранный карт который там был собирал я вот всех иностранцев которые приехали шабан к вот этот француз рубен вульф вот их всех может привозил я туда дебют марины мохнаткиной там сделал вот ну и дальше пошел поехал это может сказать моя первая крупная большая работа была и как бы я понял что это можно делать неплохие бабки тоже сколько ты сделал 20 процентов и парки за гонорара 20 процентов от гонорара бойца вот любой момент разбирает 20 процентов вот допустим его гонорар там 10 тысяч долларов ну вот там например у шабана к было порядка восьми там не помню от примерной суммы вот при 20 процентов получается а я ставил примерно там пять человек представляешь я надо за один то есть один турнир на карда но после этого я хотел бой сделать в россии федор против фрэнка мира но фрэнк мир попался на допинге вот оленик интересно есть у меня на посмотрите есть давай наберем да я могу сначала написать ему давай 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 звонит олега здрасте дядя лёш тренируетесь да а я тут интервью даю просто хотели вам пару вопросов задать алексея здравствуйте мы здесь на интервью можете пару вопросов ответить нам а вы короче тренируетесь когда будет мой весе скоро будет бой там тренируется ладно спасибо большое спасибо большое спасибо огромное покажем слева ну вот как-то так красава держал мосева не в банк лутся то есть твое интервью только что стало популярнее на целых два зрителя это оленик и его жена суши есть у меня один номер один известный футбол как смотришь ну блять смотрю ты знаешь сколько киржаков да ну нахуй да давай я ему не буду за у меня есть его номер я просто одно время общался ну как общаться переписывался с его бывшей женой милана тюльпанова вот и она случайно stories выложила с ним переписку по поводу алиментов там саша не платят саша давай по-человечески решайте вопрос летит только вызов бросает просто интервью вызовов который бросил вызов всем элемент да ну реально было бы прикольно давай дам там уже много прикольного до говорили бы карьера не закончилась нахуй а посадили бы эти деньги то что мы срубили за этот бой пожертвовал бы в какой-нибудь там допустим детский дом вот нужно дети здесь он бабки жалеет на детей бы на своих детей кто ты после этого реально сейчас было киржакова правильно да кто-то такой саша киржаков хотя у них гонорар это там за и чё это твои дети блин ты там ебешь молодых телок до про своих детей очень не думаешь давай выйдем по любым правилам хоть по правилам футбола блять это правило ну так не делается я ничего не говорю что хуёвый парень просто так не делается мужик лови мости лови мости куда ездил где был где тренировался сам ездил в клуб ахмат на подготовку то есть в ахмате до 3 до из таких но это клуб патриота из мурадова если я не ошибаюсь это правая рука рамзана ахматовича вот очень известный очень влиятельный человек очень много вкладывает спорт очень много сил здоровья дай бог ему здоровья семья линько знаком не один раз именно федора видел вот но как бы не стал общаться какое-то из команды федора больше мне симпатично анатолий токов такое во первых в одной весовой во вторых блин это вот стиль боя ведет тот ну который мне близок реально а за кем следишь бойцов за кого болеешь ну кроме алексея олея как бы мы поняли кто сказал что за ним слежу а да я вообще не люблю бои да он просто кенты но он же как он шучу шучу он большой молодец в таком возрасте он вообще красавчик доказывает и бьет и до сих пор в топах там вот но за кем слежу но после поездки в ахмат я за многими бойцами ахматы естественно слежу потому что душевные пацаны приняли помогали и всем всем спортсменам советую туда ездить лови мой стиль лови мы чел наш омский петр я чё можешь сказать или по петре петр чемпион петр чемпион вот его до обои поговорим последний бой был то о нем можно говорить о нем плохого берут ничего не скажешь ты реально пример достойный пример вот каким надо быть бойцу по поводу стел поражение это стерлинг петушара блин вызов тебе бросать после киржакова сначала весь гонорар кстати сбой киржакова подадим на алименты до который он не платит за хуеть чё про и чё ты вот последний бой же видел не я уснул я серьезно не смотрел обедая не подмену ладно а бой когда печи дисквалифицировали да это вообще пипец какой-то ну по сути он он бы и так проиграл бы этот стерлинг это единственное что он мог сделать то есть осуждается такое поведение вообще среди бойцов такое поведение как типа проиграть слушай начать я скажу на самом деле как бы цена этого боя на самом деле очень велика была первых ты чемпион лучший в мире организации первый номер и я уверен что процент не все одно процентов 90 бойцов так бы сделали вот проигрывая бой и тут знаешь вот такой шанс просто упадает то есть те запрещенка в ебало прилетают вы а почему бы не воспользоваться тут момент либо переждать и дальше опиздюливаться и в итоге проебать либо чуть скорчится и стать первым номером организации хоть ненадолго хоть в реванш и те все равно ёбнет ненадолго ты поддержишь самый самый престижный пояс вот в истории ммэй я что 90 не в истории как бы в ммэй вот я верю что процент 90 бойцов было так сделала ну ты бы лично ты сделал грехер не знаю но знаешь с одной стороны тебя будет все хейти хейтить а другой стороны тебе пух и ты получишь двойной гонорар и ты чемпион и ты уже диктуешь условия на самом деле сложно это да смотри а по поводу травм вот там же все видят бойцов только там в октагоне никто же не знает как это потом после того по после боя проходит процесс процедура какая идет вообще вот как раз к этому если насчет этого говорить все думают что на самом деле бойцы это такие люди у которых все есть миллионы денег там все спонсоры не спонсор и то все таки до горилла которые вот я жду кстати горилла вот внизу реквизиты такие же люди на самом деле как вот окружающие нас просто кто-то занимается теннисом кто-то там футболом кто-то единоборствами просто вот мы от этого кайфуем мы в это вкладываем свое здоровье свои деньги свои силы вот и сказать что мы получаем за это какие-то заоблачные гонорары получат единицы если там получается выстрелить там раз в год за хорошую сумму это уже достижение вот у меня есть друга саня гребнев здорово на следующий день самый мединый боец питера вот он живет этим делом вот получается но он на файт-найте драться помнишь один из турниров было где он проиграл вот не знаю может ты даже не видел от проигрыш но после в клетке случилось драка минеева исмаилова толпа там к это видео это саня гребнев грубо говоря вот за счет этого он очень жестко хайпанул вот и на сегодняшний день считает самым единым бойцом питера вот но не скажу что он миллионер какой-то он такой же парень как и я лови мой стиль лови мой стиль как попал в билата слушай тоже на самом деле это был может восемнадцатый год или семнадцатый у меня на самом деле был тогда перерыв в карьере да перерыв в карьере был я занимался собственным клубом своими бойцами у меня рекорд тогда на тот момент был 10 5 вот и мне короче позвонил чел один не буду говорить его фамилию имя хохол короче кирилл медведовский и предложил подраться в белоторе в одном карде с федором на мэдисон сквер гарден короче в нью-йорке блять мечта пиздец каждого в белоторе я начал заниматься этим вопросом и короче там что-то не получилось с визой вот но я понял одно что белик вот так на меня вышел вот то есть шанс зацепиться и короче они начали проводить карды в европе и первый израильский турнир который был он мне также позвонил говорит не хочешь игру хочу он говорит вот то-то-то готовьте я готовится слетел соперник вот и вот это второй мой шанс был в белоторе короче это по моему восемнадцатый год уже был и короче слетел соперник я просил любую замену я очень хотел в белотор короче не получилось вообще и он мне потом позвонил говорит блин чувак ну тебя короче за немножко побед побольше а можете не говорил такого вот я начал драться на всех маленьких турнирах меня пять боев есть проведены на маленьких местных турнирах все 5 и победила там любой победил бы насадили случится для рекорда так потому что очень много организации обращают внимание на рекорд вот и наступает девятнадцатый год и умеет такой позвонил опять помнишь ты хотела в белоторе подраться ну хотел да ведь шанс типа с адамом керришем в тяжах я такой думаю похуй давай в белоторе вот адам керриш чтобы вы понимали этот чел который побил кирилла сидельникова из колонии федора вот я готовился у меня очень крутая подготовка была по физухе вот на лапу по лапам бил с димоном абдуллина опять этим тайцем и когда я вышел я охренел реально там тяж размером были пиздец вообще был слон бой состоялся бой состоялся у меня первоочередная задача была придержаться больше сидельников и это сделал я не упал в нокаут он у меня отпиздили у меня ляхи от его луки вот такие здоровые были и обратно с израиля не мог нормально сидеть самолете я мучился но я познакомился с пейдж ван зонт с остином вандерфордом вот этими звездами харитонов кстати вот так вот так у меня тоже вы его менеджер номер есть а чё он не слышал его высказывали по поводу петро яна не у них там произошел конфликт ногти рассказать что харитонов высказался о том что пётр много болтает скажем слушай я просто думаю на самом деле время харитоша закончилась уже вот и чё ты говорил и чё я говорил вот про то играл про сидельников а и вот я придержался я почти 4 минуты получал пиздец и это было больно ты представляешь когда вот набрать вот я на весах в одежде показал 96 килограмм он 120 гонял и представляешь он на бой вышел килограмм 130 короче вот такой огроменный локоть пытался меня впечатать просто в клетку я я не знаю я уходил уходил чё да а насчет вызова при него по тайскому боксу мой тренер он там кому-то сказал не буду говорить кому но это кто-то мне рассказал что типа у меня в борьбе борол короче это просто меня он мне позавчера это сказал какой-то мне борол кто такой чтобы меня бороть реально дима абдулин нельзя такие вещи говорить дима абдулин кому-то сказал о том что что меня борол в борьбе чуть ли не чувствовал представляешь хотя каждый раз когда бороть может быть один раз когда-нибудь этом попался на тупой болевой но все позиции всегда выиграл я всегда все болевые пятки шмятки все это отключил стойки ни балла не мог взять если хочешь там что-то там доказать давай с тобой выйдем поборец борец ты хуев реально и я не ты не твоя команда у меня не балла блять стойки не возьмет вот реально вот отвечаю могу все деньги то что закинуть сейчас вот сюда могу поставить это даже на то что он не выиграют они меня даже как его дружок петр романкевич кстати вот какой-то такой слушай чемпион мира по кику чемпион мира по тайскому сейчас дерется битве за хайп в тяжах и последний бой у него был по боксу с высшим бойцом и все хадисом ибрагимовым причем такой вызов бросил блин реально там чисто выиграю тебя выиграю по боксу хадис не ударник хадис базовый самбист это базовый ударник естественно у кого преимущество вот на это на это все хочешь сказать тебе петя а давай вот с тобой реально выйдем по правилам грэпплинга реально если ты считаешься таким крутым бойцом ммэй вот я конечно не такой известный как ты бойцом мои не выступают и битвы за хайп я выступаю чуть похуже лигах намного хуже давай с тобой выйдем по правилам грэпплинга хоть твои битвы за хайп это реально я могу даже без гонорара но чтобы бонус за победу было раю раю хорошим гонорару вот реально я могу за 0 плюс дохуя выйти с ним я просто какой смысл бросать борцу вызов по боксу вот если заведомо знаешь что ты лучший вот так если чуть не король дак вот поэтому я тебе хочу сказать давай с тобой выйдем по правилам грэпплинга можно по правилам вольной борьбы реально не я не ты не вольник ну давай выйдем по этим правилам поскольку какой-то ты вам и дерешь чувак давай сделаем это детка давай держа до лови мости лови мости что давай-давай сделаем розыгрыш ну давай хули нет или нет так что разыграешь суши у меня есть футболкой с турниров эйсей вот может быть ее разыграем только за что за что за что давай ты много раз сказал реквизит постоянно давай кто сделает самый большой взнос все равно мы увидим да да нет большой взнос интересно получается я продаю пусть люди делают там даже знаешь 100 рублей вот это вот как бы взнос но давай так самые интересные грубо говоря комментарий к этому взносу вот он все равно мне будет и сама скидкой прохладе сделаем так когда делают взнос пишут комментарии и screen 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 да и мы разыграем футболку мы разыграем футболка эйсей и если по вашему желанию я хочу могу даже на ней расписаться писата федина не распишется если мы разыграем футболка эйсей все если даже получится я лично к вам в город приеду ее вручу вот этому под 3 чемпионов доехали давай реально второе место открытая тренировка со мной реально второе место розыгрыша открытая тренировка с федина лови мой стиль лови мой стиль давай три принципа успеха от тебя 1 1 2 и 3 давай первый первый принцип идти к к поставленной цели не надо ни на что отвлекаться еще вот у тебя есть цель так у тебя должна быть прямая дорога к нему по конкретике вот у меня сейчас бой ближайший в артисе я на подготовку к этому бою отложил все и работу и тренерскую деятельность и где-то там кайфануть дай кальян затянуть и вот у меня прямая дорога туда я даже нашел крутую команду с виктором чернецком витек тебе привет я буду выступать за них и в дальнейшем буду выступать за их 2 2 принцип это верить в себя верить в то что ты делаешь верить в себя в первую очередь неважно кто там перед тобой стоит или сидит или сидит да вот блин любом можно пизды и от любого можно получить пиздюлей самого охуевшего всегда найдется более охуевшего и все мы люди у всех челюсть держит одинаково всех здоровье одинаково всех две руки две ноги и чтобы уронить человека не так надо много массы просто самое главное верить в себя так 3 а 3 3 а 3 нету 3 нет их два у тебя у меня два принципа идти к своей цели и верить в себя все красава сегодня нас гостях был владимир фидин спасибо большое то что часто ли лови мой стиль лови мой стиль покиньте буду мутить мучу мучил лови мой стиль лови мостик лови мостик а может цвета как ты давай давай как ты хотел давай отодвинем тут меня вызов бросали бы пойдем